здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя и сегодня вопрос-ответ сегодня мы рассмотрим такой не совсем однозначный вопрос но для знаю что для многих из вас это будет помощью если вы услышите ответ на этот вопрос и конечно каждый из вас будет интерпретировать это под себя и вопрос сегодня в чем истинная причина конфликта ну конфликт это могут быть какие-то непонятные ситуации которые происходят и вы не можете понять почему человек ведет себя тем или иным образом вот и вот тут мы сейчас по я попробую сейчас именно ответить вам на этот вопрос как многогранно вот все что увижу я вам расскажу так что давайте посмотрим в чем причина конфликта в чем истинная причина конфликта может быть вы даже и не думайте о том что вот то что я увижу может быть причиной конфликта так что давайте посмотрим интересно смотрите истинная причина в конфликта действительно в том что есть какое-то непонимание вы каждый из вас имеет свою точку свою точку зрения вот и вы имеете свою точку зрения человек с которым у вас конфликт имеет свою точку зрения и истинная причина конфликта в том что вы не гав разговариваете вы не говорите друг другу о том что вас беспокоит и это не важно в какой сфере жизни это или это личные отношения или это работа карьера бизнес и от именно ну а если мы говорим конфликт конфликт может быть с вашей второй половинкой может быть с другом может быть с родными может быть с начальством может быть с коллегами конфликтов бывает большое ну вот я вам озвучила только маленькую толику конфликтов которые могут быть а здесь я вижу что ваш конфликт из-за непонимание друг друга из-за того что вы каждый держите это в себе вот вы не озвучиваете те человеку именно вашу точку зрения вы не озвучите не озвучиваете если это ваш партнер или партнерша вы не озвучиваете именно то что чего вы хотите и тем самым вы понимаете это действительно самое большое самая большая проблема людей когда они молчат когда они держат все в себе а если и выдают что то то выдают это все эмоциями не конструктивным диалогом а можно сказать деструктивным диалогом именно когда люди начинают ругаться я кстати выпустила видео как правильно выяснять отношения и я видимо как бы пришла к тому что было бы здорово ответить на этот вопрос еще и в формате вопрос ответ потому что это действительно очень насущный вопрос для всех сфер жизни и тут я действительно увидела это вот то что я увидела причину конфликта это подходит практически всем вот и тут я могу дать совет вот вам ответ это из-за вашего молчания из-за того что вы не выражаете свою точку зрения а даже если выражаете ее вы не выражаете ее конструктивно а именно на эмоциях а на эмоциях вторая сторона не может вас понять вот тут я даже вижу для некоторых вы знаете вы злитесь на своего мужа папа какой-то причине что он или не написал вам в течение дня вот это я вижу здесь или он не сделал что-то что вы его просили но вместо того чтобы сказать когда приходит этот вечер или когда вот вы увидели своего мужа это может быть не вечером и днем сказать слушай дорогой было бы здорово вот ты не сделал это но было бы здорово это это самый вы знаете это самая лучшая формулировка вашей претензии это оно не звучит как претензия оно звучит как пожелание но когда вы например ну вы поручили что-то вы попросили что-то своего мужа купить я вам как пример именно вот этой ситуации даю вы попросили что-то своего мужа купить он приходит домой и он это не купил а если вам это надо вот здесь и сейчас то тогда я понимаю вот это вот эмоции которые вас захлестают вот ты такой сякой как же так я тебя попросила это не работает но вот к счастью или к сожалению вот таков закон вселенной не работает когда вы начинаете ругаться самое лучшее было бы сказать вот я вам просто чисто говорю фразами слушай я тебя попросила ты это не сделал но мне это надо было бы здорово чтобы ты сделал это сейчас конечно я понимаю я вас слышу если ответ будет отрицательный это вы знаете тогда тогда просто сделайте то чего от вас не ожидают сделайте исходя из ситуации что-то наоборот подумайте вы все разные и это все возможно вы понимаете людей чему-то учить можно только когда вы ставите человека в ту же самую позицию как вот вас поставили но делать это надо спокойно и мудро поэтому причина конфликта непонимание друг друга недосказанность открывайтесь и красиво мудро выражайте свои мысли и свои чувства и тогда конфликт будет исчерпан вот надеюсь я ответила на ваш вопрос если есть еще какие то вопросы задачи приглашаю вас на личную консультацию где я рассмотрю ваши вопросы просто по ступенечкам найти как по пунктикам и мы найдем решение любой задачи так что обращайтесь ну и на моем канале сейчас уже достаточное количество видео в которых вы можете получить ответы на свои вопросы просто переходите на канал выбирайте видео по названиям выбирайте позицию если нет позиции просто видео и получайте ответы на ваши вопросы а на сегодня все с вами была Женя увидимся очень очень скоро люблю вас мои дорогие пока пока а а а а а а а а а Продолжение следует...